самсунг tab s4 это у нас smt 835 здоровенный мы короче сейчас попробуем на него мини обзор запилить что у него тут есть вообще собственно хотел показать как в режим прошивки в режим рекавери перейти но тут больно что-то уж интересная ручка жалко не раскручивается как будто шов охота и это развернуть type-c тут должен быть да тут type-c к ней мы притащили вот такую штуку сейчас попробуем от этого переходник у тг на usb даже типа 3.0 написан это отдельно он в комплекте не идет зарядка с quick charger fast charger что тут еще у нас есть инструкция и чай такое надо видать для ручки что ли какой-то аксессуар или что-то чистить я затрудняюсь сказать что это такое да это насадки для ручки получается неожиданный поворот так мы сейчас попробуем включить я не уверен что он заряженный модель еще не было у нас на канале если будет разряжен то сначала зарядим волнительный приятный момент по открыванию всегда пробуем просто включить посмотрим что он у нас покажет покажет ли рабочий стол да он заряженный значит мы сейчас можем посмотреть как на нем попасть в рекавери как на нем попасть в режим прошивки здравия конечно разговора нет это получается у нас 10.1 дюйма наверное пусть у нас включите я чуть для вас перемотаю и мы посмотрим вместе но вообще по первым ощущениям у него видать док-станция какая-то должна быть потому что тут есть коннектор док-станция еще не видел в продаже почему-то нет вот эти два крепления и переходник говорят о том что должна быть съемная клавиатура так вот по симолотку по симолотку тут должен быть симолоток с одной стороны под симку а с другой стороны под карту памяти такое достаточно хорошее решение до micro sd с этой стороны и симка с этой стороны офигенно то есть можно и то и то нет необходимости чем-то жертвовать естественно он относимочный первый запуск сейчас мы пройдем не будем подключаться ни к какому интернету совсем согласимся пусть у нас вылезет потом уже без камеры я на него гуглскую почту поставлю самсунговский аккаунт совсем согласен далее на это wi-fi мы ему дадим он скачает обновить точнее galaxy up или app store их не сан сунговские как они его называют доработил с того очень конечно интересно ходить но работает крайне шустро что у нас умеет ручка отлично я согласен что у нас умеет ручка кнопка есть у нас есть кнопку нас так ну я вам хочу сказать что достаточно интересно прикольно так ты скройся ты скройся что-нибудь попробуем нарисовать где у нас есть что-нибудь рисующееся быстрая заметка ну прикольно вообще разговора нет но судя по всему надо короче клеить пленку на него защитная чё-то за такую сумму очку и дисплей поцарапать хотя вряд ли насадка тут вполне себе но лучше повторяю лучше наклеить сюда пленку да и вообще на любое устройство сюда стекло ткани защитный не наклеишь а вот пленку наклеить можно так что у нас тут еще есть показать все заметки им ты пропустить я знаю что хочу я хочу эту штуку бахнуть чтобы она мне не мешал профессионизм сильнее меня так ладно ручку откладываем вырубаем его начинаете что еще хотел что еще хотел посмотреть на него какой android сейчас свежий так мой вайфай подключимся к вайфаю он нам сейчас сам предложит все обновления но не будем ждать зайдем в обновление по загрузить обновление вручную и ну давай покажи нам какой-нибудь android 810 очень бы хотелось свежак получить так что у нас тут качает обновление от 1 июня 18 года на этот 8 android будет у нас с патчем обновления от 1 июня но этот патч обновления далеко не последний ребята до 810 android у нас и патч безопасность часто этот 1 июня но обновится он наверное скорее всего на 1 августа вероятно все но обновиться он наверное на 1 август скорее всего ладно пусть обновления скачается мы сейчас перезагрузим после перезагрузки он все ровно у него будет мы его вырубаем в полностью выключенном состоянии у нас есть кнопка плюс минус полчаса выключено стоит зажимаем ему плюс и питание держим две клавиши кран загорится питание бросить а плюс продолжить держать сейчас мы попробуем зайти в recovery и показать режим прошивки, но режим прошивки немножко по-другому будет, все, все можно бросить связано режим прошивки изменение с тем, что кнопки дом нету, поэтому там немножко по-другому будет, ну да, android 8.1.0 выбираете, опускаетесь до строчки в wipe data factory reset, нажимаете питание здесь есть да, нет, я выберу нет, потому что нет необходимости сбрасывать, выбираете да он у вас делает сброс настроек внизу там пробегут строчки и потом перебросить в предыдущее меню, где выберите ребут системного, чтобы его перезагрузить, либо по виров, чтобы выключить, перед любыми сбросами прошивками не забываем выходить из учетной записи google и из учетной записи samsung аккаунт, меню настройки аккаунта, выбрать допустим гугловскую учетную запись на нее еще раз нажать, в правом верхнем будет кнопка с тремя точками удалить аккаунт если это не сделать, после сброса левой прошивки сработает фрп блокировка google он будет просить старую учетную запись и пару лет нее, на канале есть плейлист фрп google, наверняка вы там найдете для себя решение но лучше с этим делом не связываться далеко не шутки, а с самсунговским аккаунтом вообще будет засада я долго ковырялся, извиняюсь, я кабель искал теперь, так как у нас нет кнопки home мы зажимаем на нем плюс-минус сложно это сделать давай, без включения плюс-минус зажали и подтыкаем кабель у нас это Type-C плюс-минус держим и получаем режим прошивки можно нажать вверх и попадем в сам режим прошивки теперь, он у нас на Qualcomm прикольно теперь, если мы хотим перезагрузить все это дело бывает так, что раз, что-то и зависло не обязательно ZPO могли там, например, кучу программ каких-то накачать и он начал тупить раз, и все, и не включается например, черный экран и индикатор зарядки моргает но ни на что не реагирует минусы питания на 7-10 секунд он у вас перезагрузится с любого состояния держим единственное, знаете, в какой момент он может перезагрузиться но бросить сразу в рекавере тогда нужно будет просто выбрать первую строчку ребут системнау и без потери данных он у вас перезагрузится это связано не именно с Samsung во-первых, это может быть 8-й Android может так тупить ну да, действительно первую строчку ребут системнау опа может быть, там, из-за каких-то кучи программ которые вы накачали в каких-то играх какие-то тупники такие могут быть поэтому просто перезагружайте минусы питания то есть эту комбинацию можно использовать для любого аппарата с несъемными батарейками как для телефонов так и для планшетов режим прошивки это посмотрели я вам еще покажу безопасный режим в свете последних событий очень много вирусов сейчас которые приходят в SMS ссылкой есть на канале плейлист антивирус есть на канале плейлист полезное там все это есть но вдруг вам нужно загрузиться в безопасном режиме здесь два способа первый зажимаем питание и долго держим на выключении оп и он говорит можно перезагрузиться в безопасный режим я отменяю я его выключаю просто выключаю без безопасного режима в заряженном выключенном состоянии я зажимаю ему питание больше никаких клавиш не держит только питание ждем как только начнется смена анимации какое-то движение мы должны зажать минус и держать минус пока он у нас не включится ну или можно отсчитать 7-8 секунд вот я где-то в среднем отсчитал как раз пошла анимация я зажимаю ему минус держу минус пока он не включится безопасный режим на подобных аппаратах позволяет ну на андроиде позволяет зайти в систему если что-то мешает и в этом режиме не загружаются сторонние отдельно поставленные приложения загружаются только системные вот видите самсунговские они все поставились кстати пенап сейчас еще глянем для ручки и в этот момент когда если вы чем-то заражены вы можете зайти в настройки безопасность вы можете включить удалить приложение которое по вашему мнению всему этому делу мешает заразившему ваш аппарат а после этого просто перезагрузится и после перезагрузки безопасный режим спокойно пропадает ну или если вдруг не перезагружается минус питания на 7-10 секунд и он перезагрузится вот так вот выглядят режимы на этом конкретном аппарате я к сожалению более по нему ничего добавить не могу сейчас мы только еще пенап посмотрим а так но аппарат мега шустрый реально но за эти деньги он обязан быть шустрым тут вот я знаете что еще интересно посмотрел что у него батарейка 7300 это 7300 это достаточно много особенно если где-то какими-то перелетами где-то в самолете летать и так далее так всегда главный самсунг детский режим мне не нужен канап так что ему надо ему надо Wi-Fi ладно но это мы сейчас отдельно посмотрим так что Wi-Fi у меня хотя мы еще подключали не понял что тебе надо видишь тебя подключал к Wi-Fi где тут мой кинетик ну ну пожалуйста первый же сбой словили не знаю с чем это связано но обновление мы не прервали возможно надо было ему дать полежать он бы одумался и подключил к нас к Wi-Fi но вообще это не прикольно замечательный пароль он мой сбросил дичь какая-то ну-ка соседский Wi-Fi тут правда мало делений ничего даже через соседский пошел вернемся к Панапу так пропустить пум-пум-пум ну интересно эта функция будет скорее всего каким-то людям работающим с графикой мне конечно так только в плане заметок с рисованием я конечно офигею если я буду еще что-то тут рисовать учитывая мои познания художественные вот а так для тех кто работает с графикой наверное нужно все-таки какую-то док-станцию иметь тем кто работает с офисом тоже не помешало бы дополнительной акватории я правда не знаю продается она сейчас или нет чтобы можно было на нем прям работать полноценно мне кроме заметок здесь собственно больше ничего наверное не интересно все все самое интересное важное и полезное с моего канала в полисте полезное попасть можно с главной страницы канала вы вступайте в нашу группу ВКонтакте ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok